Окей, пошли к американскому рынку. Значит, мы с Сергеем уже около года прицениваемся и пристраиваемся к американскому рынку. И мы поняли, что очень важно намерение. Одно дело, когда ты просто едешь понять, то ты что-то понимаешь, но это не значит, что ты делаешь результат. И мы решили просто начать и сделать. И мы вам расскажем о том, как мы сделали, что мы сделали, первый наш выход на американский рынок, первая проба и какие результаты. И расскажем про наши инсайты. Давайте начнем с инсайтов. Мы проинтурировали ребят. Один из самых ярких парней, это парень, который недавно делал 125 миллионов долларов по году на своих онлайн курсах. И у него было примерно 23 миллиона долларов чистой прибыли. Сейчас он перешел в полный онлайн, то есть он делал рекламу на телевидении, у него были такие объемы. Сейчас он перешел на рекламу в интернете и сейчас он делает 25 миллионов долларов выручки и зарабатывает 20 миллионов долларов. И он говорит, ребят, я решил избавиться от 100 миллионов проблем и 3 миллионов прибыли, но 100 миллионов проблем мне больше мешали. И были ребята, которые сделали, к примеру, 10 миллионов долларов за первый год, кто-то за 17 месяцев. И это прям интересно наблюдать, что американский рынок онлайн-образования, он начал расти примерно как и российский. То есть в России крупные игроки онлайн-образования, которые начали делать миллионы долларов по году в выручке, они появились примерно, начали появляться активно в течение последних двух лет. И мы тоже среди них же. И в Америке то же самое. То есть все, с кем мы общались, большинство, они тоже появились в течение двух лет. При этом самое яркое отличие, это отличие в том, какими усилиями они эти делают цифры, какими усилиями в России эти делаются цифры. То есть вы видите тех, кто здесь был на сцене, у них у всех там есть отделы продаж, у всех есть замороченные методики, и прям видно, что ребята все не на расслабоне эти деньги зарабатывают. А вот американцы, прям на них хочется ругнуться матом, ну как же они так делают легко. И когда мы начали искать причину, почему нам так сложно дается, нам столько нужно технологий, методологий использовать от делов, а у них так легко получается, пришла гипотеза, что после 2014 года, когда жахнул кризис и санкции, то предприниматели российские начали жить в режиме разряженной экономики. То есть, к примеру, знаете, кто знает, почему спортсмены перед важными соревнованиями тренируются в Высокогорье? Ага, немного людей знает. В Высокогорье, где-то где там свыше, по-моему, 3000 метров над уровнем моря, начинается разряженный воздух, кислорода не хватает. И организм становится гипер… он выбрасывает все шлаки, лишний вес, и он становится очень выносливым, потому что он живет в режиме дефицита. А потом, когда перед соревнованием человек спускается, он примерно дней 10 становится гипермощным, гипервыносливым и сильным, потому что у него, по сути, как допинг ему вкололи, достаточно кислорода. И вот в России мы с 2014 года все живем в разряженной экономике, нам не хватает денежной массы, не хватает платежеспособной аудитории, и нам приходится использовать много инструментов, чтобы повышать рентабельность бизнеса, маржинальность. И поэтому все онлайн-школы в России, которые хорошо зарабатывают, имеют отделы продаж. Практически не… только, по-моему, только Дэн Лок имеет отдел продаж нормальный, из всех, кого мы проинтрируем. То есть из 16 игроков только Дэн Лок имеет отдел продаж. Он, кстати, один из крупных… он, наверное, миллионов 60 делает, да? В общем, он сказал… он не говорит сколько, но он говорит, что он близок к 100 миллионам долларов по году. И только единственный игрок из крупных, с кем мы общались, имеет отдел продаж. Ну, и я вот дополню, что мы сделали. То есть есть мероприятия, где выступают спикеры, и они там рассказывают, ну вот как вот у нас, да, то есть со сцены я там сделал вот это, благодаря вот этому там, ну и такие люди, которые любят быть публичными, любят что-то рассказывать. То есть мы сделали интересную работу, мы стали общаться не со спикерами, а стали находить через рекомендации разнообразные людей, которые сделали результат, но которые не хотят быть публичными, то есть которые не хотят рассказывать, что они делают. И в Америке, ну, есть интересный такой, ну, интересный тренд, и он достаточно давно, это продавать через там Tripwire, то есть дешевый продукт, и потом человек смотрит Tripwire. Все знают, что такое Tripwire? Литмагнит, слово, кто знает. В общем, Tripwire это дешевый продукт, человек там им вдохновляется, после этого он там хочет купить дорогой. И вот, ну, очень много в американском маркетинге было выстроено по такой модели, и эта модель пиарилась активно со сцены. Когда мы зашли и стали смотреть, опять же, по рекомендациям находить тех, кто делает больше 10 миллионов долларов по году, и те, кто делает там 20, и 30, и там и 60, мы увидели, что на самом деле вот есть то, что рассказывается со сцены, есть то, что делают массы, а есть то, что делают вот эти вот единицы, которые, ну, по-настоящему зарабатывают много. И те, кто зарабатывают много, мы увидели, что они делают на самом деле автовебинарные воронки, то есть, ну, то, что вот мы тоже учим в Акселе. И действительно, вот то, что Дима сказал, эта тема есть, что они делают автовебинарные воронки, но платежеспособность американского населения другая, чем платежеспособность российского населения. И плюс у них у всех открыты еще вот эти кредитные линии, и они могут достать кредитную карточку и сразу оплатить. И оплатить достаточно большую сумму, там 2000 долларов, 5000 долларов, 10 тысяч долларов. И получается, что автовебинарные воронки продают курсы, у которых минимум поддержки, то есть максимум это какие-то Q&A, вот эти вопросы, ответы где-то раз в месяц, продается там за несколько тысяч долларов, продается с автовебинаров, с прикольным возвратом на инвестиции. И там можно делать условно 10-15-20 миллионов долларов с командой в 15-20 человек и без отдела продаж. Ну кому нравится вот такая модель? В России, я считаю, нас теми людьми, которые реанимировали автовебинары, то есть до нас автовебинары существовали, на рынке их делали, но они практически ни у кого не работали, потому что их запускали по американской модели, когда ты берешь автовеб, ты льешь на него трафик, и ты сидишь в надежде, что у тебя случатся какие-то продажи. И у большинства продажи они не случались. Мы же увидели, что в России работают по-другому. То есть в России автовебинарные воронки, они работают, если к ним добавить отдел продаж. Ну я надеюсь, вы это уже поняли, да, кто понял, кто это усвоил. То есть это очень важный инсайт, то есть если ты просто сделаешь вебинар или там автовеб, ну с живого вебинара могут еще быть сразу продажи, там без отдела продаж. С автовеба, ну когда ты его запускаешь, ждать продаж особо не приходится. То есть поэтому мы делаем дожим. То есть мы делаем отдел продаж, продаем через мессенджеры, продаем через телефон и можем продавать с высоким чеком. В Америке мы стали ребятам задать вопрос, там, ну а ты понимаешь, что если ты внедришься в отдел продаж, ну у тебя продажа там в полтора-два раза увеличится. Он говорит, ну наверное. Мы говорим, а окей, ты будешь это делать? Нет. Почему? Ну это же надо будет больше работать. И как бы есть вот эта вот такая идея, они это называют stay low key, то есть оставаться вот таким вот на расслабончике, расслабленным. То есть сделать автовебинар. Есть какая-то техническая команда, которая там подключает, обслуживает эту автоворонку, но по большей части идея там какой-то вот работы с отделом продаж в тех воронках, которых мы видели, ну мы вот идеей дополнительной работы какую-то вот не лицезрели. И это на самом деле прикольно. То есть какой вывод можно сделать? Мы увидели, что есть большой объем платежеспособного населения, 350 миллионов человек. Увидели ли мы что-то более технологичное, чем происходит в России, не увидели. То, что происходит вот на digital marketer и то, что приезжает там из России, точнее из Америки куча ребят и начинают там писать какие-то восторженные вещи, что вот там весь рынок изменился, все там теперь по-другому. На самом деле это не совсем так. И ну вот то, что мы наблюдаем. Потому что на сцену выводится много ребят, которые делают какой-то микрокейс, небольшой результат, там 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов заработали. Они это переводят, что это типа вот супер-мега-тренд, соответственно, чтобы делать побольше продажи. Тем не менее в кулуарах ребята как зарабатывали, так и зарабатывают на тех воронках, которые они сделали уже достаточно давно. Ну, понятная идея. То есть когда у тебя нету чего-то нового, что там вот сейчас рынок изменился, там вообще больше ничего не работает, то тебе сложно что-то новое продавать. Поэтому тебе нужно постоянно подселять идею того, что там пипец, вообще там все, капец, там ничего не работает. А на самом деле если относиться к онлайн-школе, к образовательному бизнесу, как к некому набору системных процессов, которые тебе надо внедрить, и у тебя получается результат, то это работало раньше, работает сейчас, это будет работать, это там никуда не уйдет. Да, соцсети помогают, да, личный бренд помогает, и это классно, и это трендовый и так далее, и можно там меньше заниматься платной рекламой и больше заниматься личным брендом. У кого-то это работает, у кого-то не работает. Но классические модели, когда ты закупаешь трафик, у тебя есть там вебинарная или автовебинарная воронка, у тебя есть отдел продаж, ну классическая уже, ну для нас сейчас она стала классической, она работает, и она будет работать еще очень долго, и я не думаю, что она когда-то уйдет со сцены. Вот, поэтому многие боятся пробовать на американский рынок, думают, что типа вот у меня плохое произношение, там у меня не получится. Вот кто так думает, что там, например, у меня со мной что-то не так? Кто так не думает, кто думает, что он такой прекрасный, у него обязательно получится. А кому лень руку поднимать? Ну, окей, на самом деле это типовой страх. Странно, что было так мало рук насчет этого страха, но мы увидели, что вот у россиян в частности, и там у ребят вообще из стран СНГ, есть такой страх, что вот у меня плохое произношение, я там из условно более какой-то там, ну то есть они какие-то более крутые, они более продвинутые, они более классные, у них более крутой маркетинг, более крутые какие-то смыслы. Мы этого не увидели. То есть мы не увидели, чем Россия хуже, чем то, что происходит в Америке. Это не то, чтобы я там пропагандой пропитан, или там телевизор много смотрю. Ну, да, это на самом деле так. То есть я увидел, что, и мы это увидели не просто слушая, там разговоры со сцены спикеров, там каких-то зачастую теоретиков, у которых на самом деле нету большого результата. То есть они выходят со сцены, рассказывают про чат-боты, которые там типа супертренд, там все зарабатывают и так далее. А дальше, ну, мне свойственно, ну, начинать копать. Я начинаю, окей, а сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя, какой оборот. Ну, и мы, соответственно, вошли в закрытые мастер-майнды. И я вижу, что чат-боты классно прикольные, там типа какая-то классная новая идея. Но по факту покажите мне какие-то реальные цифры, которые там были бы, ну, eight figures, да, там больше 10 миллионов долларов в год. Да, на маленьких цифрах у кого-то там получается в России, там миллион рублей оборота, там два-три миллиона рублей. Но кто-то, кто бы делал более-менее серьезные цифры на чат-ботах, ни в России, ни в мире, я особо не видел. Вот, например, так. Поэтому есть то, что вещается со сцены там на больших каких-то конференциях, есть то, что происходит на самом деле. И поэтому большая сила вот таких вот конференций, она как раз-таки в том, чтобы найти людей, которые реально там что-то делают, у которых реально получается, и постараться максимально к ним присосаться. И, ну, погружаться в разнообразные обучающие программы, чтобы посмотреть, ну, как реально создаются проекты. И чтобы найти тех, кто уже сделал результат. Поэтому, ну, мы не увидели чего-то в Америке такого, что вызывало бы там, что вау, там они сильно круче, или там вау, мы там какие-то сильно хуже, там, или что-то, ну, что-то вот такое вот непонятное, или что мы какие-то там второсортные, третисортные. Если брать вот того же Дэна Лока, кто видел Дэна Лока, кто понимает, кто это такой? В общем, это такой американский, ну, как американский, это китаец, который в Америке делает разнообразные онлайн-курсы. Такой он достаточно мотивирующий парень, и он, ну, тоже иммигрант, и он разговаривает с акцентом. Причем, ну, акцент такой достаточно явный. И мы с Димой думали, что вот мы там с нашим русским акцентом, нас никто не будет слушать, и вообще там, типа, ну, у кого вот есть такая заморочка все-таки по акценту хотя бы? Окей. То есть действительно это у нас есть в головах, но мы увидели, что и акцент тоже сильно не влияет на продажи. Дэн Лок, который там, ну, вот он говорит, что он close to nine figures, то есть это значит, что он близок к тому, чтобы делать около сотни миллионов долларов по году. То есть прикольная цифра, да, такая, достаточно большая. И у него акцент. Соответственно, ну, что хочется вам дать, может быть, как посыл такой, это что вот наши тараканы, наши заморочки, наша неуверенность от того, что мы там где-то хуже, и что Америка нас там супер обгоняет, и там, типа, супер-пупер технологии, и у нас там здесь нет. Я считаю, что за последние, там, может быть, пять-шесть лет, благодаря проектам-лидерам, таким как, там, бизнес-молодость, синергия, благодаря нам, инструменты диджитал-маркетинга очень, ну, сильно вошли в общество, в предпринимательство, и мы вот в нише онлайн-образования точно, ну, реально не хуже с точки зрения технологий. Мы, может быть, более замороченные, тараканистые с точки зрения вот именно, собственно, неуверенности и оценки того, что мы там что-то не можем, или там они как-то круче. Но если откинуть вот эту всю историю и пойти со своим проектом и начать пытаться, вот как я рассказывал, там, Майндвейли запустились на испаноговорящий рынок, и у них прикольно получается. Причем Майндвейли – это компания, которая сидит в Малайзии, то есть у них там 200-250 человек в Малайзии, они продают на Америку и делают там 50-60 миллионов долларов в год. То есть если отбросить вот эти все тараканы, заморочки и так далее и начать идти по той же самой структуре, ну, вот, которую мы даем, это там автовебинар, это, соответственно, трафик из Фейсбука, из Инстаграма, это ленды, и там все-таки дожимать отделом продаж, ну, потому что так легче, то у вас обязательно получится. И очень хочется, чтобы каждый из вас, ну, вот как я думаю, что надо делать, попробовать на российском рынке, все-таки вы русскоговорящие, и, ну, все-таки здесь, ну, мы считаем, на самом деле, что попроще, если просто правильные технологии применять, если там заниматься отделом продаж, ну, если изучать правильно воронку, как она именно в российских условиях работает, запуститься в России, заработать свои там миллионы рублей в России, на самом деле, ну, мы много об этом говорили, и кажется, что это там где-то там заморочено, но в целом, если подойти к этому как просто к процессам, которые надо освоить, то это абсолютно реалистично освоить, это абсолютно реалистично сделать в пределах там полугода-года, вы уже поймете, как вся воронка работает. И как только вы начнете зарабатывать здесь один миллион, три миллиона, там, пять миллионов рублей по месяцу, что, ну, абсолютно реалистично сделать там, ну, этот результат может быть за год, за полтора, за два, то потом попробовать себя на американском рынке или в качестве эксперта, и пускай у вас будет какой-то язык с акцентом, и вы там будете что-то там, ну, как-то говорите, где-то будете неуверены, это не так важно, если у вас есть классный, качественный контент, который дает результат. И, возможно, вы захотите пойти как продюсер и запустить какого-то другого эксперта, и это тоже нормальная история, потому что, ну, Vision из Mindvalley, он же продюсирует других экспертов, то есть, да, продюсирует американцев, которые говорят по-американски, но он сидит в Малайзии и работает на Америку. Поэтому вот хочется дать вам какой-то такой посыл, что мы находимся с вами в охрененно крутой нише. То есть, ну, в моем понимании, индустрия онлайн-школы – это самый классный бизнес, который только есть. То есть возможности абсолютно безграничные. можно быть маленьким, можно быть таким средним в России, можно быть большим в России, но если здесь будет тесно или если есть вот именно тяга международного предпринимательства, то обязательно, я считаю, надо отбросить вот этих всех тараканов, что мы какие-то там что-то там не такие, у нас что-то там не так, и там с акцентом или еще с чем-то, или у нас какие-то там недостаточно крутые технологии или еще что-то. Все нормально у нас, все у нас круто. Достаточно технологий, достаточно мозга, достаточно интеллекта, достаточно трудолюбия, трудоспособности. И всего у нас достаточно для того, чтобы и на мировой арене показывать классные результаты. Важно просто вот, ну, какую-то некую уверенность в себе взрастить, что я могу, у меня получится, я смогу дать результаты, качественный продукт и сделать классную компанию. Нас часто спрашивают все же, спрашивают Дим, Сергей, но если в Америке так вот, то все те же самые технологии, может мне стартовать все же в Америке. Но Сергей уже ответил, я просто чуть с другого стороны зайду. Мы часто сравниваем создание онлайн-школ с управлением велосипедом. И ребенку сложно управлять велосипедом. И многие из вас сейчас еще дети в рынке онлайн-образования, либо вообще еще не начали ездить на этом велосипеде. И как вы думаете, где легче учиться ездить на велосипеде? На территории, которую вы знаете, или на неизвестной территории, где непонятно, какая местность, какие ухабы, какие повороты. И все равно там есть свои ментальные отличия. Там технологии те же самые, но маркетингово, понимая людей, их язык, как это наносить, все равно есть разница. Поэтому лучше учиться, ездить на велосипеде, создавать онлайн-школу в той ментальности, которую вы понимаете, которой вы самим принадлежите. Естественно, если вы прожили там, если вы там билингвально и понимаете, то можно стартовать все равно где. Но опять же, вот это вот ощущение неполноценности нужно убирать как минимум в рынке онлайн-образования в России. Потому что здесь много игроков, которые делают деньги не меньше, чем американцы на глобальном рынке. Да, мы считаем, что Россия очень классное место для старта. Мы считаем, что каждый владелец онлайн-школы должен стремиться к международности. И я считаю, что… Ну вот знаете, какое чувство вот в себе ловишь, если у тебя продукт очень классный. Мне вот интересно, у кого из вас так. К примеру, вот если ты эксперт, и ты обладаешь каким-то знанием, и ты можешь это знание дать там 10 людям, 20 людям, 50 людям, 100 людям в оффлайне, и ты понимаешь, что ты приносишь какую-то пользу, то ли ты помогаешь людям отношения гармонизировать, то ли ты помогаешь людям деньги зарабатывать, то ли ты помогаешь людям как-то исцелиться, вылечиться и так далее. Ты в оффлайне можешь окучить определенное количество людей. Когда ты выходишь в онлайн, твое присутствие, твое вот это опыление увеличивается. Но когда ты становишься мировым проектом, ты можешь повлиять на мир, ты можешь повлиять на человечество. И насколько это круто, что если что-то работает в оффлайне, мы своими силами, своими мозгами и вот этими технологиями, про которые мы говорим два дня, мы имеем реальную возможность сейчас, вот в это время, то есть мы в охрененное крутое время живем, когда мы можем действительно повлиять на человечество, и повлиять на мир, и повлиять на разные страны. Ну насколько это круто. И если ты, например, эксперт, то очень круто было бы нащупать в себе вот это чувство, и мне хочется вас немножко спровоцировать на это, чувство, когда ты не можешь не делать. То есть если ты понимаешь, что твоя технология приносит пользу, если ты понимаешь, что твоя технология меняет жизни людей, если ты понимаешь, что у них становятся отношения в семье лучше, если ты понимаешь, что они начинают больше денег зарабатывать, если ты понимаешь, что они становятся более эффективными и более как-то круто, быстрее достигают целей, или они, например, исцеляются от каких-то заболеваний, если мы говорим про нишу здоровья, то насколько большая ответственность — это не делать действия? Насколько большая ответственность, если ты можешь повлиять и трансформировать жизнь людей, насколько большая ответственность не делать этот проект и не помогать людям эти жизни менять? То есть это ваша ответственность. Если вы обладаете какой-то пользой, если вы можете трансформировать жизнь людей, это очень большая ответственность. Это не делать действия. То есть вы можете быть с нами, вы можете не быть с нами, но если у вас есть технология, которая меняет жизнь у людей, распространяйте ее, распыляйте ее, старайтесь быть максимально масштабными и принести максимальную пользу людям. Я очень рекомендую помедитировать на этой мысли, нащупать вот это чувство, когда ты не можешь не делать, когда ты просто… Есть же у нас некая ответственность перед создателем, но кто ее чувствует, что вот есть у каждого человека какая-то миссия, которую ему надо реализовать в этой жизни. То есть мы все приходим с какой-то определенной задачей. И если Богом нам дана возможность влиять на людей, менять их жизнь и приносить в их жизнь какой-то более высокий уровень качества, там исцелять их или позволять им больше зарабатывать, ну можем ли мы этого не делать? И что с нами будет, если мы не следуем нашему предназначению, не следуем нашей миссии и не реализуем тот проект, который мы искренне считаем, что может людям помочь и изменить их жизни. И насколько мизерна вот эта вот наша неуверенность или комплексы, или какая-то самооценка от того, что мы где-то там недостаточно какие-то классные эксперты, нас будут критиковать там профессиональное сообщество, может быть мы еще не готовы, или у нас недостаточно классный ленд, или у нас недостаточно классный вебинар, или вот сейчас вот-вот-вот-вот я там запишу более классный крутой продукт с более крутым видеопродакшеном. Насколько вот эта вся хрень, она мизерная по сравнению с тем, с той пользой, которую ты можешь принести людям и по сравнению с возможностью делать международный проект. Мне вот искренне хочется вам пожелать нащупать вот это чувство.